Субтитры сделал DimaTorzok Итак, давайте я немножко о себе. Я Марат Фокрудинов. Родился, живу и, наверное, закончил свой жизненный путь в городе Электросталь в Московской области. Город Электросталь, прошу не путать, как только и фамилию коверкали, и город коверкали, название города Электросталь, Электростул, Электродостал. В данной ситуации сегодня я являюсь пенсионером. Благодаря маме и папе, царство им небесное, они все-таки успели меня произвести на свет, и я успел в 60 лет уйти на пенсию. Авторской песней занимаюсь очень давно, страшно сказать. Когда-то первый раз я стал играть на танцах. В 73-м году, в 14 лет, тогда мне казалось, что у нас была группа, ну как пацаны называют группу, ансамбль, тогда говорили, 14-летние. Ну, конечно, мы назывались «Старые друзья». И два с половиной часа танцевальной программы, помимо там «The Papel», «Beatles», «Rolling Stones» и прочее, два с половиной часа были только мои песни, и мне казалось, что я их настолько хорошо пишу, придумываю слова и мелодии, мотивчики, что лучше меня не бывает. А потом меня ребята посвятили, говорят, да ну послушать. Сначала Галича, потом Висбора, потом Кима и так далее. И я понял, в какой-то момент я понял, прослушав эти кассеты, что я стихов писать совершенно не умею. И мне до сих пор стыдно за те песни, которые я тогда, ну, вы знаете, как это, «Ты меня любишь, я тебя нет», и по 418 раз, чтобы понять не было. И творить-то как-то хотелось. И теперь я пользуюсь чужими талантами, придумываю мелодии на стихи, которые мне очень близки, на стихи моих друзей, на стихи классиков. И вот первое произведение я хотел бы начать сегодняшний концерт на стихи моего друга, очень рано ушедшего, почти 8 лет назад, был у меня друг, замечательный поэт, он жил в Кишиневе, Игорь Доминич. И вот на его стихи первое произведение. Вдруг подумываться о князьях, вот бы им нанести вези, как вы там без меня в князьях, как вы там без меня в грязи, что труды ваши не пустыли, есть ли силы, забавы, доля, Все ли обиды вы мне простили, кто теперь там у вас в друзьях? Все ли обиды вы мне простили, кто теперь там у вас в друзьях? Только все это так, счета, не ослеплюсь спросить серьез, ведь предъявят и мне счета, ну и мне зададут вопрос, что труды твои не пустыли, прям ли путь до широк ли шлях? Все ли обиды тебе простили, кто теперь у тебя в друзьях? Все ли обиды тебе простили, кто теперь у тебя в друзьях? А на это один ответ, тут ведь очень простая связь, если хочешь оставить след, князь не князь, а наступишь в грязь. Он нас не простили, и вернуться назад нельзя, мы обиды друзьям простили, нам обиды простят друзья. Мы обиды друзьям простили, нам обиды простят друзья. Вдруг подумалось о друзьях, вот бы им нанести визит, ничего, что мы не в князьях, хорошо, что мы не в грязи. Вдруг у нас не пустые, и наверное мы не зря, жили-были, мед, пиво пили, эх, друзья, вы мои друзья, жили-были, мед, пиво пили. Жили-были, деньгой сорили, жили-были, детей растили, эх, друзья, вы мои друзья, а друзья вы меня. Друзья. Хорошего вечера нам всем! Жила в Смоленске, удивительная женщина, удивительный поэт, всю жизнь проработала педагогом, учительом в школе, и вот написала такое стихотворение, и у нас с ней получилась такая песня. Вези меня, ледянка, в детство, где мне совсем не больно падать, где чур от всех напасть и средства, где каждая снежинка в радость, где папа молодой и сильный, где плакать хочется без мамы, где лес и розовый, и синий. Дед Мороз такой румяный, где ничего вкусней сосульки, где сам себе игрушки клеешь, где кашка манная в кастрюльке, А апельсин, когда болеешь... Дед Мороз такой румяный, и с hearters такие все мелодии... Тетя Валя на экране Где счастье, если мама дома Где горе, если спать ложиться И ничего ценней альбома И ничего страшнее мыться Где мандарины пахнут елкой Где под столами новоселье Где нос кусает шарф и колуки А в угол плата за веселье Та-ба-да-ба-да-да Та-ба-да-ба-да-да Та-ба-да-ба-да Пара-па-па-ра Та-ба-да-ба-да 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 Эх, где примерзают рубы К санкам И где еще не стыдно плакать Вези меня вперед, ледянка Ты знаешь, а мы умеем падать Та-ба-да-ба-да Эх, эй Та-ба-да-ба-ра Пара-па-па-ра Та-ба-да-ба-да Та-ба-да-ба-да Эх, эй Пожалуйста, гитары есть? Не, не, не Это мне кажется Придяще Я думаю, ты думал, что я там принял Хорошо? Следующее произведение на стихи Саши Черного Прошу заметить, что стихотворение дотировано 1906 годом Слишком много разговоров Пересудов, перегоры, бесконечных рассуждений Полувзглядов, полумнений Слишком много безразличных Веселящихся безличных Робких, маленьких, забитых Растерявшихся, разбитых Слишком много Слишком много Терпеливых Неуверенных Плаксин Жизнерадостно Утробных Все прощающих Незлобных Слишком много Паразитов Фарисеев И лесуитов Губернаторов Удавов Патриотов 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 Слишком много Слуг Лукавых Партии Правых Жертв Кровавых И растет в душе Тревога И растет в душе Тревога И растет в душе Тревога Что терпения У Бога Слишком много Тревога И растет в душе 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 В том, что мы очень погружились с Сережей Плоповым Это обалденный Я не говорю с этого слова поэт В нашей современности У нас было с ним три, по-моему, четыре совместных концерта И на сегодняшний день у нас с ним пока Пока Я считаю, пока Шесть произведений совместных Его стихи Мои мелодии И вот одну из них я бы хотел Тревож знать, что пришли Мама рогом уперлась Иди только в бед Это верное будет движение Деньги что? Деньги, фу Ничего, что их нет Но зато От людей уважены И пошла И закончила Чем И горда И, конечно Живет Не царевной Но Из девочки Улечки Стала Тогда Белозерной Ой Вен Стал судьбой Этот Чёртовый цирк Шапитон Этот Странный Приют Истеричек То Отчёты То Планы Учебные Учебные То Тридцать Тысяч Одних Методичек Вот Тридцать 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 Извините Тридцать Этой Песни Я Ехал по городу На остановке Увидел Дочь наших друзей Юльку Тридцать 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 И в тесном пространстве от кухни до спальни Они уживались вполне. Жаль новой любви до конца, до прощенья Уже не осилить слова. И ходит старушка к собачьей площадке И просит поклонить собак. Ведь ангелы проживают в своих облаках роскошных Оттуда не докричатся, оттуда не дозвониться А радость они посылают людям, собаках и кошкам В собаках быстрее доходит, в кошках дольше хранится Ам-та-тарам! А радость они посылают людям, собаках и кошкам Собака быстрее доходит, в кошках дольше хранится, доходит, хранится, доходит, хранится, доходит, хранится. Вчера для меня была такая интересная дата. Я помню этот день, 31 августа 1967 года, завтра, 1 сентября, мне идти во второй класс, и мы сидим, да, лето кончилось, и пацаны и девчонки вернулись, как тогда говорили, от бабков. А бабки-то где жили? Ну, Смоленская область, Амурская, Курская, Украина, Беларусь, то есть места боёвых. И привозили они оттуда пружины, мы тогда это называли, так? И мы сидим в сарае, втроём, два брата Соболевых, одного звали Миша, другого не помню как, сидим, разбираем минометные мины. И достаём, мы уже большие пацаны, порох такие вот, как макароны, такие жёлтые, мы уже знаем, как это делается, и достаём пороха, несколько штук, какие-то ржавые, какие-то ржавые. И в это время у меня с балкона, мамка, это, Марат, домой, говорю, иду в открытую дверь в сарае, иду, бегом, я сказала. Говорю, ты иду, бегом, сказала, завтра в школу идти, ты ещё не собирался. Иду, бегом, ну, я отложил всё это дело, и так на сердцах пошёл, пока пацанами, и вот, ну, сорок метров я дошёл до подъезда, поднялся на четвёртый этаж. Мой, Рокки, садись, есть. Только сел, и вот там, где я сидел, как пахнет, и пацаны, вкус, ну, три-четыре минуты прошло, не больше. Это я потом понял, что меня мамка спасла. Это вот 67-й год, 55 лет вчера было. И второй момент, я занимался борьбой, и так, серьёзно занимался, борьбой дзюдо. В восьмом классе, значит, к нам в секцию стали ходить пацаны постарше, им нужны были... Я потом стал понимать, что нужны были эти горы для совершения нехороших поступков. И они стали нас звать, там, в картичке переделись. Ну, я пошёл, ещё там двое пошли. Первый день я выиграл 10 рублей, 10 рублей. Нормально, в восьмом классе. Второй день. А потом как-то стал проигрывать. А, вот проиграл всё, что выиграл. Потом стал играть в долг. В общем, я остановился, когда я проиграл 96 рублей. В восьмом классе. Я сказал, отдам, давай, мы ждём, отдавай. Время приближалось, когда надо отдавать. Что-то надо было делать, где взять я не знал. Я решил дождаться отца. С вечерней смены пришёл и говорю, папа, поговорить надо. Я говорю, давай. Пошёл, переоделся, умылся, сел здесь напротив меня, сел на стол, поставил себе еду. Я говорю, папа, мне нужны деньги. Ну, одесса, говорит, покажи мне, кому они не нужны, так сел. И много тебе надо. Я говорю, 96 рублей. Я так брови поднял. Не кричал, не ругался, не чал. Пошёл в комнату. Принёс 100-рублевую бумажку, положил так на стол, подвинул. Потому что больше не играл. И стал дальше кушать. Я не знаю, как бы я повёл в такую ситуацию, но с той поры я бы даже на спички не играл. Вот откуда у них такая мудрость, умность, как угодно можно назвать. И вот, когда вот эти истории я рассказал своему другу, Аркаше Рогату, замечательному поэту, вот на этих рассказах, то есть он вспоминал о своих родителях, мы как-то сидели, выпивали, пардон, не чай. Потом он как-то на спишок. Ну, я сразу, как-то сразу, я даже фактически ничего не менял, и получилась такая песня. Называется «Посвящение родителям». Уходят наши родители Уже и не по одному Не старые, долгожители В неведомую страну Уходят без предупреждения Порой, не успев и простить Снимаются суждения И нам их и навестить На лучшие с детства надеялись Работали, как весь народ Ждали, когда их по телеку Пострадут под Новый год А сколько прожили и видели Застои, коль ты войну Уходят наши родители С собой собирая страну А с ними и даты, и праздники Далекой родни адреса Уходят, как прятки и классики Учителей голоса Уходят и детство, и прошлое Взамен не прося ничего Лишь память несется порожен В ночи, как разбитый вагон Себя утешаю в молитву Под бременем грустных примет Я вижу, как дверь приоткрытую Уходит из комнаты свет Уходит по капле Попутчику тревожит, пытая маня Себе приглашаю в попутчики Кого-то, кто возле меня Судьбу принимаю наверх Путая, дабы, дабы Хотели свои петли И слышно дыхали Изъяси, лекарства и справки По дням разложив все рубли Присев, ожидают отправки Они за пределы Демли Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Спасибо Как Леня Сергеев Леня Сергеев говорил Не козелок У меня будет художественный Ик Спасибо Еще, с вашего позволения Тоже такая невеселая песня Хотя история даже, точнее, невеселая У меня было Мое родное детство В 41-м году 22-го июля Война шла уже месяц Он прибавил себе год И 17-летним пацаном Ушел к добровольцам Два месяца курса молодого бойца И потом кидают под Прянск Отбивать фашистские атаки Танковые, пехотные Одна атака отбита Вторая, третья Как-то оставшиеся немцы отошли Он огляделся А никого нету Есть чем отстрелиться Защищаться А без людей осталось только Девчонка-медичка И он Двоем Ну, как-то перерыв затягивался Они сблизились в охоте Ну, девчонки истерика Сейчас, говорит, попробуй все Ну, он ее стал успокаивать Ну, все, значит, вот На родину доставим Она говорит Да я, говорит, 17-летний Мне, говорит, 17 лет всего Ты знаешь, а мне тоже 17 лет Она говорит Да я ничего в жизни не видела Я детдомский Он говорит Ты знаешь, я тоже детдомский Три младших сестры Одна потом Моей мамкой стала Она говорит У меня и парня-то никогда не было Он говорит Ты знаешь, а у меня девчонки Которые не было Ну, как-то Разговор затягивался Перевыкер у них тоже затягивался И они, что называется, решили попробовать что-то такое Попробовали А тут наши подошли Энесса лежит И до 43-го года Воевали вместе В одном боку В одной части А в 43-м году В феврале Он получил тяжелое ранение Было отправлено в госпиталь В тыл И по извлечению Ее направили в другую часть Он писал ей Делал запросы Куда только мог И не мог Все равно делал Искал ее Так и не нашел И вот только В 55-м году Он уже был женат Ему дали бутеровку В Трусковец В санаторий Он приехал И встретил ее там Она работала медсестрой И вот представьте себе Пожалуйста С 55-го года В 86-м году Он умер Они потихоньку Встречались Писали письма До востребования Друг другу Сохранив свои силы Когда его не стало Когда не стало Его жены Я счел возможным Рассказать эту историю Акаше Рогатову Моему другу Поэту И он по впечатлению Написал стихотворение Передал ее мне Получилась такая песня Как любовь не дели Будет нечет Он обеих любил Нежно, горячо Был он добрым Им было легко И в обоих домах Спали дети его Он к одной возвращался К другой приходил А на утро У Бога Прощенья Просил И платил он И платил он за все Недешевой ценой Болью в сердце ранней Сплошной сединой И оставшись И оставшись один Будто мудрый старик Он хотел смертью Собственной всех помирить Но дрожал телефон Телефон Малой птичкой Вновь Возвращая назад Эту жизнь И любовь Телефон Вновь Любовь 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 Таковая татарка И Значит, она Такой некий сужик был Русско-татарский язык Или татарско-русский И всем все понятно было Я вот часто думал Почему же У меня тут песни На таком языке И вот относительно недавно Я узнал, что такая песня есть Автором ее является Рафиз Хайдаров Живет он в Кузбассе Сейчас я вам ее спойму, дабы разрядить этот минорный лад, и кому какие слова непонятны, заговорите, я расскажу. Да, она очень любила хоккей, особенно когда играла в сборной, носки вязала постоянно. Твердо, 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 хоккей, смой, хе-хе-хе, или вот какой момент, какой момент. Так, значит, песня «Рафинская народ». Сибирь достает таул, слышно крикло караул. Кто-то будет, не забудет, когда ветер, жопу-дух, пошалит все летухой. Мой братишка Николай, соседский хвост, чистый дунглс, плещечок рвала. Калатун, Вава и страшен вален, Калар теплый наша, тибетейкая наушанка, Мы сменились позаранка, А хлоп-то сегодня танцы, музыка ларагается. Девушка, по тротуарам, Туды всё дым чатается. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Завалинка до утра, и папир с ротарта, С кузымочкой в обнимочке, вот их сильная рота. Отелька в кармане, йог, долища хоть поперек, Коечко ходишь на бар, Конфетлар да пряник ларает, дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых-дых. Суп мотор, ай да сюда, Как по тропу пешкадралом шахом маршай да сюда. Ох и ушло, и майбулы. Это обезьяны по-татарски. Из соседнего аула, наше девяше там, Бляха-муха вашу мать. Ля-ли-ля, 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 ля-ли-ля-ля. От других пришлось учить, Бить башка, прыгнуть мозга, И обратно всех отправить, Разобрав тормоз зарга. Ох и ушло, и майбулы. Кисся сега, аула, наше девяше там, Бляха-муха вашу мать. Бас, хазан мах-дин-дых, Синбас-масан минбасан. Бас, хазан мах-дин-дых, Синбас-масан минбасан. Ай-ли-ля-ля, ай-ли-ля-ля, ай-ли-ля-ля. Эй! Это в Мирославленном фестивале, значит, последний вечер, завтра уже по домам. И мы сидим в номере, пьем чай. Действительно чай, потому что за руль, значит, я умышленно перечисляю по фамилиям. Значит, Дима Викчинтаев, Райан Румхаметова, Шухран Кусаринов и я. К нас нацелит чай, печенье, конфеты. Ну, завтра за руль, что ли сказать не надо. В какой-то момент распахивается дверь, и заглядывает такая бородатая физиономия Сережи Каплана в надежде чего-нибудь пахнет. Вот видите, на столе ничего, так на нас посмотрел, так вот, о, шалом, славяне. Действительно, парень, Сережа, когда в 97-м году на фестивале «Журавлина Родина», тогда директором был, ныне покойный, Волода Циркин, он позвал Балата Шаовича Куджаву на открытие. А для Каплана Куджава, ну, в общем, для, впрочем, как и для многих, это небожитель. И тогда, и сейчас. И Балат Шаович выступил, значит, открыл фестиваль, и сел в гримерку, и там девушка какая-то тогда с диктофоном подошла и спрашивала Билла. Балат Шаович сидит в креселке, в такой глубокое кресло кожаное, ручки тоненькие на подлокотнике, калиночки, родственники торчат и отвечают ей. Она сидит рядом с диктофоном. В это время приезжает Каплан, он опоздал, поиск к нему пришел чуть позже. И Лорк Цыркин говорит, Каплан, Каплан, ты с Акуджавой знаком? Акуджава здесь. Пойдем познакомлю. И заводит гримерку. Девушка, секундочку, пожалуйста. Балат Шаович, познакомься, пожалуйста. Это мой друг Сережа Каплан. Каплан стоит. Каплан. Рука трясущая, такая. Акуджава. Каплан. 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 Вы знаете, мне кажется, я где-то даже пару ваших песен слышал. Акуджава стоит. Акуджава тоже где-то пару ваших песен слышал. Вовка его, дурак, глядя. Царство и невеста. Есть у меня друг Сережа, ой, Миша Сипер. Он живет в Израиле. Тоже у него удивительное чувство юмора. На фестивале платформы, по-моему, один был в тот же год, когда там прошел сильнейший ураган, сильнейший шторм. Триллионы тонн воды вылилось с неба за очень короткий срок. Это было ночью. А когда я на фестивале платформу много лет был представлен жюри, и в мои обязанности входило размещать кто-то гостей и членов жюри. Миша приехал, говорю, Миша, убирай себе палатку. Он выбрал себе палатку, и ночью прошел шквал. Я утром просыпаюсь, у нас палатка все нормально, зажигает, все это не промокло. Я выхожу, весь лагерь спит после этой бурной ночи, и одинокая фигура, Миша Сипер сидит, пледом так накрылся, как старик Кэм, так раскачивается около костра. Меня увидел, Марат, Марат, иди сюда, иди сюда. Что случилось, Миша? Надо что-то делать, надо что-то делать. Что случилось, ты мне объясни. Ты представляешь, я сплю, никого не трогаю. На правом боку сплю, просыпаюсь, а у меня вода вот так. На правом боку. И вот, когда у нас с ним тоже несколько произведений есть совместных его слова, в моей мелодии. И вот, когда не стала Валера Чечита, у нас получилась песня «Посвящение Валере Чечитову». Но прошло время, случилась пандемия, потом еще, еще, и оказалось, что эта песня не только Валере Чечитову. И вот последняя от Иоанна Сергеевича, и Валеры Мещук, и до этого. В общем, все это как путь. На стихи Оставив гитаре, потертой, молчание. Слезу на морщине, а хлеб на стакане. Слезу на морщине, а хлеб на стакане. Ах, сцены отрава, наркотик овации. В восторге с друзьями, потом обниматься, Заставить встречами в углу стеклотару. А после немного подстроить гитару. Проходят недели, меняются годы, И каждый живет в ожидании коды. Мы все успокоились и снова заберем. Ах, сцены отрава, наркотик овации. В восторге с друзьями, потом обниматься, Заставить встречами в углу стеклотару. А после немного подстроить гитару. Светлый гитар. А, наверное, уже длинится... Наша совместная... Получилось так, что последняя поездка на Урал. С ним Сергеевым. Я вспоминаю, когда первый раз, Лет 7 назад, случилась у меня онкология. Я в Израиле прооперировал. Я на третий день после операции ему звоню. Лере, как дела? Представляете, человеку чувство юмора. Только-только я его прооперировал. Ну, что Маратик сказать? От животка, говорит, у меня отрезали две трети. Осталось его только 200 граммов. Поэтому придется ее кушать, родимые, без закуски. Ну, и вот такие моменты. Едучи сюда, я вспоминаю его фразы. Вроде ничего такого особого. Вроде как банально. Ты понимаешь, говорит, Маратик, мы, когда делаем что-то нормальное, это не значит, что мы святые. Мы просто нормальные. Такая простая фраза. Ну, и когда перед его смертью, перед Ленькиной смертью, я звонил с Валеркой Мищуком. Валера, говорю, как там у Леньки? Хреново. Но Валерка мне подробно рассказывал, чего с Ленькой. Хотя он уже сам болел. Ну, я предполагал, но не настолько. Представьте, вот они трое, да, братья Мищуки, если же. Леня умер в день рождения Вадика Мищука, а Валера умер на сороковой день после Леньки. Вот насколько они вот, ну, в этом что-то. Сейчас я спою песню на стихи моего друга Андрея Колесникова. Он живет в Самаре. Обалденный парень, замечательный товарищ, друг и автор. В жизни есть правило простое, как ни сложилось. В жизни есть правило простое, как ни сложилось. Что-то избыть стезя. В прошлом, конечно, жить не стоит, но и без прошлого нельзя. Нежная грусть воспоминаний, хрупкая ткань прошедших лет. Все, что когда-то было с нами, все, что в душе рождает свет. В жизни шагнув за середину, каждый, наверное, поймет. Прошлый луч, что греет спину, и освещает путь вперед. За все, за все ему спасибо, в нем были долг, любовь и честь. Она у нас сделана такими, какие мы сегодня есть. Только хорошее помни из прошлого, пусть его было не густо. Помни, хорошее помни, хорошее в этом соль и искусство. Только хорошее помни из прошлого, в этом соль и искусство. И пусть его было не густо. А нам далеко еще до точки пробу нет плакать и тужить. Прошлое наше тот источник, что придает нам силы жить. Пусть с ним мгновенье понапрасну, друг мой, с тобой не проживем. И будет много дней прекрасных тех, что мы прошлым назовем. И в суматохе дней, летящих среди соблазнов и преград, Чтоб состояться в настоящем, не пленись склянуть назад. В жизни есть правило простое, как не сложилось быть стезя. В прошлом, конечно, жить не стоит, но и без прошлого нельзя. Только хорошее помни из прошлого, пусть его было не густо. Только хорошее помни из прошлого, в этом соль и искусство. И пусть его было не густо, только хорошее помни из прошлого. Только хорошее помни из прошлого, в этом соль и искусство. И пусть его было не густо. Знаете, с Андрюшей Викторесниковым тоже такая история. Мы часто звонили, особенно когда была пандемия. И как-то в одном из разговоров, я говорю, Андрюха, давай приду на какую-нибудь песню такую, чтобы вот такой, где-нибудь заканчивать, чтобы концерт. О, говорит, давай. О чем? Ну, я какие-то праздники дал. Ну, прошло какое-то время, он мне скинул текст. Ну, получилось там со временем, конечно, с доработками, получилась такая песня. А перед этим я хочу рассказать такую историю. Я уже два, нет, три раза я уже был в Армении на фестивале. Удивительный фестиваль, добрейшие люди. Фестиваль проходит на высокогорном городе, в озере Сива-Сиван. И вот три года назад, или два года, помню, днем замечательной погоды. Ну, представляете, это высокогорное озеро, горы вокруг. Ну, все эти песни поем, купались, загорали. А вечером разразилась гроза, страшная гроза. И так как озеро высокогорное, видно, прям, как стрелы молнии, прям, полу освещали, полы такие. И мы сидим в этой комнате, а фестиваль международный. Сидим, кушаем поручшие коня, обухоз, закусываем. И как-то в какой-то момент, значит, Вахтан Карашидзе из Тбилиси. Слушайте, у меня есть тост. А на Кавказе, если человек сказал, что у меня есть тост, это не как у нас, или я не знаю, как у вас, но там кидают, все мерзли до небес, чтобы каждый сумничать хочет. Если человек сказал, он знает, что сказать, и его не перебивают. И он поднял, значит, бокал. Вот мы здесь сидим, поем песни, и показывает, значит, белорусские, украинские, русские, армянские, ну, каждый представитель это. На меня покажет татарские, на Сашу Циркера показал, еврейские, грузинские. И нам хорошо. В этом так взял Павлу и так, на всей ситуации. Слушайте, когда у наших политиков морды треснутся. И мы вот за этот треск с удовольствием подняли. Значит, с песней, с которой я хотел бы закончить концерт наш сегодняшний. Да, кстати, спасибо вам большое, что вы нашли время, желание, возможность прийти на него. Концерт, конечно, благотворительный, но пожертвования, пользу и карман Вадима Дупову приветствуется. Плюс ко всему, я хочу сказать, осталось у меня несколько пластинок. У кого какие-то желания будут, подходите, пожалуйста. А песня на стихи Андрюша Колесникова была написана в «Пот дыме». Еще пять минут, и закончится этот концерт. Еще пять минут, и мелодия стихнет уже. Но я вас прошу, этот вечер вы спрячьте в конверт, А этот конверт уберите поближе к душе. И если вам вдруг загрустится, и влажными станут ресницы, Вам этот конверт пригодится, тоску он прогонит за шеей. Пусть песня моя проста, но верьте, друзья, неспроста, Судьба нас сегодня свела мановеньем руки. Нам в лодке одной вместе плыть, и с песней счастливыми быть, Невзгодом к житейским назло, и всем дуракам выпрямить, И вирусом всем выпрямить. Уж так повелось в непрожильном без песни и дня, В ней вся наша жизнь, вся до капельки, вся без прикрас. Я песню вам спел, и вы поняли все про меня, А я глядел в ваши глаза, что-то понял про вас. Пусть песня моя проста, но верьте, друзья, неспроста, Судьба нас сегодня свела мановеньем руки. Пусть песня моя проста, но верьте, друзья, неспроста, Судьба нас сегодня свела мановеньем руки. На лодке одной вместе плыть, и с песней счастливыми быть, Невзгодом к житейским назло, и всем дуракам выпрямить. Будьте счастливы, пожалуйста. Живите долго и хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо. Знаете, у меня сегодня был насыщенный день, он продолжается. В Москве сейчас, не знаю, споспорение, минус 9 часов, значит, 90. 10 утра. А? 10 утра. Да, 10 утра. Мне первый раз в жизни. Такой концепт, такой уровень. Честно говоря. Но, при всем при том, он был настолько большой, И я надеюсь, он еще и будет иметь продолжение. И в связи с этим я вам хочу рассказать свой любимый анекдот. Представьте себе, 1 января, раннее утро, в 12 часов утра. Хозяин квартиры, где проходило новогоднее торжество, Выходит мя, в трусах, на кухню. Тут натюрморт, конечно, никто не набирал. Еще раз. Выпил шампанского, отлетом, налил, собирает. Хух. Клеп попугаем стоит и попугаем накрыт. Итак, попугаем собрал с клепки. Попугаем. Попугаем. Попил. Сходил куда хотел. Пришел. Уже помадрил. Налинца меня стоит. Оп. Попугаем накрыт. И пошел. Попугаем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok